В эфире программа «Наблюдатель» и её ведущий Сергей Соловьёв. Несколько дней назад мы отметили 90-летие известнейшего писателя, и далеко не только писателя, Юлиана Семёнова. Конечно, первая ассоциация, которая возникает в связи с этим именем, наверное, у большинства зрителей, это его герой «Штирлиц» и «Семнадцать мгновений весны». Но творчество Юлиана Семёнова, его жизнь, конечно, не укладывается только в эти рамки известности, связанные с одним телефильмом и серией романов. О том, кем был Юлиан Семёнов и что он сделал, и как читают его сейчас, мы сегодня поговорим с нашими гостями. У нас в гостях Ольга Юлиановна Семёнова, дочь Юлиана Семёнова, президент Культурного фонда Юлиана Семёнова. Здравствуйте. Алексей Викторович Репин, историк, составитель книжной серии «Неизвестный Юлиан Семёнов». Добрый день. Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист и писатель. И Маник Сладзиан, переводчица, профессора лингвистики, которая расскажет, в том числе, я думаю, о Семёнове во Франции. И первый мой вопрос ко всем гостям, наверное, сразу. Вот сейчас, в 2021 году, какая книга Юлиана Семёнова, с вашей точки зрения, самая важная? Ольга Юлиановна. Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, на мой взгляд, всё огромное литературное наследие Юлиана Семёнова актуально сегодня, как никогда. Потому что Юлиан Семёнович был не только писателем, как вы правильно сказали, но ещё и историком, и журналистом. Поэтому можно открыть любую книгу Юлиану Семёновичу и говорить это о сегодняшнем дне. Дмитрий Альбертович. Я думаю, что в сегодняшней политической парадигме, это, конечно, ТАССу полномочия надо заявить. Потому что, ну, вы сами прекрасно видите, что мы сейчас находимся в неком таком возбуждении от внешних врагов. Второе издание холодной войны? Ну, что-то типа этого. И мне кажется, что вот в этой парадигме, если рассматривать, я не говорю сейчас вообще про творчество Семёнова и как лично я отношусь к нему сегодня. Но вот в политической парадигме, я думаю, именно эта книга. Алексей Альбертович. Я бы в целом сказал, что Юлиан Семёнов – это современный писатель. Даже на фоне нашего гиперинформационного общества его произведения не выглядят устаревшими. И выглядят злободневными, действительно, Дмитрий правильно сказал. Ну, наверное, я бы отметил романы «Альтернатива» и «Третья карта». Это из цикла Штирлица с их уровнем исторического анализа и философского осмысления исторических процессов. А сейчас можете сразу сказать два слова о том, что это за романы? Потому что, наверное, не все зрители сразу познали. Да, это два романа из цикла Штирлица. Действие их происходит весной 1941 года. Роман «Альтернатива» о подготовке и нападении Третьего рейха на Югославию. А роман «Третья карта» об июне 1941 года. Маник. Для нашего читателя, французского читателя, это, наверное, то, что очень удивляет читателя, это Третью карту тоже. Почему? Потому что это политический контекст. Никто не знает во Франции, или почти никто не знает, то, что было в начале войны. И то, что когда начала война, то, что было на Украине, и это освещает события на Украине сейчас. То, что написано в романе, благодаря этому можно лучше понять, то, что происходит сейчас на Украине? Да, это даёт другое освещение. В конце концов, в сознании французов война началась в Польше. И они не понимают, они не знают, вообще не знают. Это другой подход к истории. Они думают, что всё начало в Польше, из Польши война прошла в Россию. Они не понимают, что это через Украину тоже. И третья карта даёт это новое видение для французов, которые они до сих пор не знают. Альтернативная версия Второй мировой войны, можно так резюмировать. Альтернативная для европейского читателя. Эти аспекты, которые, как вы говорите, актуальны и сейчас, их Юлиан Семёнов смог представить читателю, наверное, в том числе благодаря доступу к тем архивным материалам, к людям, которые были свидетелями тех событий. Как ему удавалось получить этот доступ? Как ему удавалось быть первым не только в области литературы, но и, как вы сказали, в области исторического исследования? По моим личным воспоминаниям, папа, прежде всего, конечно же, был историком по образованию. Поэтому он великолепно работал с первоисточниками. Он прекрасно работал в архивах. И надо сказать, что чаще всего он работал в открытых архивах. И, кстати, 17-го вене весны он нашёл сюжет, читая переписку союзников. Это был открытый источник. Кроме того, папа встречался с очень многими участниками непосредственных событий. И это ему очень помогало. В том числе он встречался с генералом Бамблером. Ему удалось встретиться с японской вдовой Зурки. Он встречался с нашими разведчиками и получал интереснейшую информацию. Но единственный раз, когда он получил доступ к секретному делу, это было дело Трианона, для написания романа Тассу полномочен заявить, но это был очень смешной момент, потому что тогда он пришёл в кабинет к генералу нашему, Комитету госбезопасности Вячеславу Ивановичу Ервантовичу Киворкову, и ему приготовили несколько томов дел. Он проглядел это за 20 минут и сообщил, остальное я придумаю. И за три недели написал этот роман. То есть всё-таки литератор главенствовал. Всегда, всегда. Но база была очень солидная, историка. Поясните, пожалуйста, для зрителя дело Трианона, что это такое? Дело Трианона – это история о том, как наш советский гражданин был завербован секретными службами в Колумбии и начал работать на ЦРУ. И его, благодаря усилиям наших секретных служб, раскрыли. Он покончил с собой. Дело было очень громкое. Последовало ряд высылок сотрудников американского посольства. И с согласия Юрия Владимировича Андропова у папы был допуск именно к этим секретным материалам. Как я сказала, роман был написан очень быстро, за три недели. И папа тогда с нами, с Дашенькой, с моей старшей сестрой, со мной ехал отдыхать в Крым. И отдыхали мы у директора совхоза. И вдруг раздаётся звонок, вертушка. Звонил Юрий Владимирович Андропов, который, ознакомившись с романом, полностью его одобрил. Потому что Юрий Владимирович Андропов был всегда, с конца 60-х годов, первым читателем романов отца. Получается, верховный цензор, если можно так выразиться. И первый читатель. Верховный союзник и эксперт. Потому что Юрий Владимирович был, на мой взгляд, либералом. И он иногда даже защищал папу от ненужной цензуры. А вот что он сейчас взял? А, это у него там банка на подоконнике. Ну, чуть землёй измазано, смято. Должно быть из-под цветка. Почему её зафиксировали в рапорте? Я подумал, пустая банка, чего там? А если он в неё донесение закладывает? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Вы знаете, мне кажется, он идёт на связь. Дмитрий Альбертович, могли бы вы сказать, что из романов Ильяна Семёнова на самом деле может понять читателю деятельности спецслужб? Можно составить вообще о них впечатление благодаря этим произведениям? Или всё-таки это больше такая литературная подача этих сюжетов? Вы знаете, недалеко на прошлой неделе я встречался с нашими спецслужбами, с одним из самых закрытых подразделений внешней разведки. И это была такая встреча дружеская, скорее, чем официальная. И мне ребята говорят, вот всё-таки о нас лучше всего писал Семёнов. Это правда, потому что, во-первых, он благодаря своей харизме, умел расположить к себе людей. Кроме того, как Ольга Ильяновна сказала, он знал источники. И я хочу добавить, что когда он был корреспондентом литературной газеты в Германии, то там он тоже имел доступ к немецким уже архивам, что, конечно, помогло ему написать Штирлица в том числе. Вот для меня слова этих людей, для которых разведка это работа, а не литературное, так сказать, гурманство, для меня дорого стоят. Потому что они оценивают это с профессиональной точки зрения, и не только с профессиональной, а с той точки зрения, что о них скажут люди, как о них люди будут народ судить о их работе. Вот это тоже важно. Может быть, поэтому им и нравилось? Потому что действительно представители советских спецслужб в романах Семёнов – это рыцари без страха и упрёка? В основном? Ну, в основном да, в основном да. И вы знаете, это вообще-то, вот как эти же люди мне сказали, вообще это рутинное достаточно дело. Разведка, шпионаж, ну, в нашем контексте разведка. Это работа ежедневная, трудная, связанная с чудовищным напряжением внутренних сил. Потому что, если говорить, например, о том, чем занимался Штирлиц, это нужно быть немцем, настоящим немцем, чтобы тебя никто не заподолжил в чём-то ином. И вместе с тем быть нужно русским, и не забывать про свою работу. Это чудовищная ломка личности изнутри. Понять это могут только те люди, которые это пережили. Нам, читателям, это достаточно сложно сделать. И Семёнов, обладая связями, обладая многочисленными дружескими отношениями, ещё раз повторю, и документами, как мне кажется, сделал это лучше всех из кого бы это ни было. Действительно, работа спецслужб Юлианом Семёновым, со слов авторитетных источников, которым я доверяю, людей, людей, да, наиболее ярко и правдоподобно изложено действительно в романе «Тасу полномочен заявить» и в повести «Противостояние», хотя там идёт речь о милицейской работе, о работе уголовного розыска, но сам принцип оперативной работы там изложен очень хорошо, очень правдоподобно, не раскрывая всех тайн, конечно, но очень близко к реальной деятельности специальных служб контрразведки, разведки. Вы упомянули «Противостояние», честно говоря, вот могу собственное мнение высказать, из всех произведений Семёнова, которые я читал, хотя я читал не все, к сожалению, на меня произвёл больше впечатлений именно это, и книга, и фильм. «Срочно выбросьте оперативные группы на вокзал, аэродром, на все поезда, вышедшие из Адлера, снабдив оперативных работников точным описанием примет Кротова. Он ещё не знает, что женщину вызывали в милицию в связи с его делом, но он будет проверять это. Костенко. А вы у вас никакой не однополчанин, Сергей Викторович, а убийца, понимаете? Вы единственный реальный свидетель, которого вызывали в милицию. Большую роль сыграл образ главного героя Костенко, которого папа писал с Кривенко, нашего замечательного сыщика, близкого друга моего отца. И, конечно же, очень интересный высказывал папа идеи в этом произведении о том, что необходимо проводить какие-то реформы, какие-то изменения в нашей жизни. Потому что, я думаю, кстати, эта книга тоже невероятно актуальна сейчас, потому что она доказывает, что мой отец был категорически против развала Советского Союза. Он был патриотом в самом лучшем смысле этого слова, хотя, увы, сейчас иногда это слово звучит как ругательство. А папа считал, что какие-то хорошие изменения в нашей жизни могли бы нас уберечь от того, что последовало потом в лихие 90-е. И этот фильм сейчас я просматриваю с тем же удовольствием, с которым я просматривала его, когда его только-только снял Семен Давыдович Аронович. И папе, кстати, тоже этот фильм очень нравился. Больше, чем 17 мгновений? Вы знаете, контакт с Семеном Давыдовичем Ароновичем у него был значительно более приятным и легким, нежели с талантливейшей тоже Татьяной Лезновой. Потому что там просто возник конфликт двух талантов, им было непросто обоим, но и в том, и в другом случае результат был великолепен. Ох ты, степь! Ой ты, степь широкая, степь раздольная, Ох ты, Олга-мотушка, Олга-мольная Вот эта тема нацизма, фашизма в творчестве одна из центральных, да, и взаимоотношения между Советским Союзом, Германией. Зачем Юлиану Семенову понадобилось лично встречаться с нацистами? Ну, я понимаю, что есть книга, да, лицом к лицу. А зачем на них нужно было ему смотреть? Я имею в виду и Карла Вольфольд, и Отто Скорцени. Как вы думаете? Я думаю, что ему было просто интересно. Я вам как журналист говорю, конечно, это безумно интересно встретиться с теми людьми, которые были по ту сторону, и не просто по ту сторону, а решали некие, дергали за рычаги Третьего Рейха. Я думаю, что прежде всего, конечно, интерес. Я помню, как Юлиан Семенович, вообще, когда в мире происходили какие-то важные политические изменения, то есть те, которые запоминаются мировым сообществом на десяток и двадцать лет, он всегда говорил, ребята, надо срочно выезжать, надо срочно быть свидетелями вам этих событий, потому что из этого не только формируется ваше мировоззрение, но и формируется вообще взгляд всего общества, после того, как вы напишете об этом. Семенов был, конечно, я думаю, что, не знаю, Ольга меня, может быть, поправит, но я считаю, что прежде всего, конечно, интерес журналистки, потому что он всегда был все-таки не в том числе, а, может быть, даже в большей степени журналист. И литературский, конечно. Потом это все ложилось в его книге. Абсолютно точно, я согласна. А не было у него брезгливости, наверное, и, наверное, тоже понимания, хотя в книжке, по-моему, это прямым текстом говорит, что они же будут врать в лицо, очевидно. Не было брезгливости? Как поговоришь. Я с вами абсолютно согласна. Вот момент брезгливости я очень хорошо вижу на фотографии, на которой изображен папа с Карлом Вольфом. Потому что, когда он сидел с этим чудовищем, прозрачным глазом, который лично подписал приказ об уничтожении в Треблинке более 300 тысяч славянских и еврейских женщин и детей, то, мне кажется, отцу, как боксеру в молодости, было вообще сложно удержаться, чтобы его не инокутировать. Кроме того, Карл Вольф тогда взорнулся, загоревший из горнолыжного курорта. То, что не все наши святые люди-ветераны могли в то время себе позволить. Брезгливость была. Совсем не все. Совсем не все. Вечной им память и низкий им поклон за то, что они сделали для нас. А с другой стороны, когда он встречался со Скорцени, ему в Мадриде, это было в 1974 году, в Мадридском клубе финансистов, отца совершенно уже изначально поразило то, что мальчики-официанты приветствовали Скорцени нацистским вскидыванием руки. То есть тут было, как Дмитрий говорит, и любопытство журналиста, и писателя, и еще желание понять феноменальная живучесть фашизма. Как это возможно? 1974 год, а вот он, фашизм, жив. И позднее отец, для того, чтобы продолжать писать свои романы о Штирлице, ведь 13 произведений есть романы о Штирлице, он поехал в Латинскую Америку и с риском для жизни пробрался в Парагвай. Можно сказать, фашистские, для того, чтобы изучать жизнь нацистских преступников, которые там благоденствовали. Для этого же он изучал историю, так сказать, как выдавали документы Ватикан нацистским преступникам в конце Великой Отечественной войны. Ему это было необходимо как писатель, для того, чтобы его романы были достоверны. Продолжая эту тему, нельзя не затронуть, конечно, тему поисков янтарной комнаты. И тоже возникает вопрос. Вот этот, если можно так сказать, проект, как сейчас модно выражается, по поиску янтарной комнаты, это прежде всего расследование или это тоже прежде всего проект журналистко-литературный? И то, и другое. Одно от другого неотделимо. Как журналист, как, собственно, один из основоположников жанра журналистского расследования в советской прессе, Семенов, безусловно, эту тему очень интересную ему и как журналисту, и как писателю, и как человеку, как историку, который интересовался периодом этим истории нашей, он просто не мог пройти мимо. Причем, так как в проекте были задействованы интереснейшие люди, например, Георг Штайн, с которым Семенов абсолютно случайно, с чего все и началось, со знакомства с Георгом Штайном. Вот это был немецкий солдат, который воевал, естественно, на стороне Вермахта, после Второй мировой войны занимался там своим хозяйством и начал искать, его родственники погибли во время войны. И он начал интересоваться судьбой культурных ценностей, перемещенных во время войны. Где они сейчас? Что с ними стало? Это крупнейший, грандиознейший объем картин, ювелирных изделий. И огромное количество из них до сих пор поиски, потери. О них архивы, библиотеки с речайшими изданиями. И большинство из них, естественно, не найдено. Но вот те малые крупицы, которые нашел Георг Штайн, например, он нашел иконы, вывезенные из Пусково-Печорского монастыря немцами, и вернул их Русской Православной Церкви. Это когда произошло? Это произошло в 70-х годах. Да, в середине 70-х годов. Вот после этого Семенов с ним познакомился и узнал, что Штайн ведет розыски янтарной комнаты, поиски ее следов немецких архивов. Вот, собственно, с этого и завертелось. Потом уже туда были привлечены такие люди, как Эдуард Фальцвейн, Жорж Семенон, Сергей Лефарь. Марк Шагал. Да, Марк Шагал. То есть, крупнейшие представители русской культурной эмиграции тоже приняли в этом участие. И мне думается, что папа действовал не только как журналист, и как писатель, но как еще гражданин своей великой страны, потому что его глубоко травмировало изучение в архивах и всего количества похищенного. И я помню письмо его моей бабушке, Наталье Петровне Кончаловской, его любимой тещи, где он пишет, я тут в архивах выяснил, что более 300 тысяч произведений искусства было похищено фашистами в годы Великой Отечественной войны только на территории Украины. Вот бы найти хоть что-то, а! То есть, конечно же, это его очень волновало, и благодаря ему многие произведения... Вот, например, что было найдено? Он вышел на такого очень интересного человека, одного из соратников Дегуля, Алиса Мацковича, простите, племянника Урицкого, который жил во Франции и который преподнес Советскому Союзу по инициативе моего отца очень интересные произведения Коровина, которые он нашел, живописные. Также были редкие книжные издания, приобретены бароном Фальцвейном на аукционах, и по инициативе моего отца они вернулись в Россию. Было много сделано. К сожалению, история с янтарной комнатой закончилась трагически, потому что Алексей Викторович упоминал Георга Штайна, его же нашли в лесу со спортом, с руками связанными за спиной, а немецкая полиция сказала, что Георг Штайн покончил жизнь самоубийством. Но за несколько недель до этой трагической своей гибели Георг Штайн писал папе «Юлиан, у меня очень интересная идея. По-моему, мы искали янтарную комнату не там, где надо». Об остальном можно догадываться. К счастью, историческая наука показывает, что все тайное в конечном итоге становится явным. Может быть, эта загадка тоже будет раскрыта. Прозвучало имя Жоржа Семенона. Меня в свое время очень удивило, когда на книжке, выпущенной, по-моему, в 89-м или в 90-м году, я увидел посвящение, фрагмент письма, видимо, Жоржа Семенона и Юлиана Семенова, где он восхищается умением Юлиана Семенова увязывать таких разных героев в единое повествование. Чем, с Вашей точки зрения, Маник, вызвана была вот эта дружба, общение Юлиана Семенова и Жоржа Семенона? Мне кажется, что вот иногда наши специалисты называют Семенова русским Семеноном. Даже фамилии похожи. Конечно, и это уже вот что-то удивительное, потому что фамилии похожи, но это, конечно, поверхность вещей. В конце концов, то, что их общается, это сложность. Сложность персонажей, сложность образов. Все это, вот, литература и история. На перепуте литература и история. И в конце концов, мне кажется, что когда Юлиан Семенов это в третьей карте, он говорит, что разведчик, это похоже на писателя и на актора. И это точно. И вот в этом он встречает Семенона. Потому что это сложность. Это всегда сложно. А Джон Лекаре, например, он презирал Джеймс Бонд. Он говорит, ну, это фальш. Это фальшивый герой. А Штерлис – это настоящий герой, потому что это человек. Он живой. Когда и читаешь, и когда смотришь, он живой. Да, да, да. Как человек, у него есть переживания, какие-то слабости. И как настоящий человек. И есть эта гуманность Штерлиса. Наверное, она преобладает, и она, в конце концов, встречает Семенона. Потому что Семенон говорил, что он обожает Семенова. И что у него, и не только он, но и первый издатель английский, Джон Калдер. Калдер был, который издавал в Англии и Эмингуэ, и Самуэль Беккетт, и другие великие писатели. Он сразу взял Семенова и переводили. Действительно, когда читаешь книги, прежде всего, читаешь книги, конечно, не смотришь фильмы. Ну, действительно, такой полифонии героев. Много сложных достаточно связей, рассказы. И романы Семенона тоже простыми не назовешь. Миллионы читателей? Да. А как так получается? Сложный текст. Мы же привыкли уже сейчас, благодаря массовой культуре, к тому, что если текст достаточно сложен, если он не Джеймс Бонд, если он не Ходульный, если это не комикс, то его просто не будут читать, издатели его не будут брать, а вы говорите прямо обратно. Как так получается? А вы знаете, у меня вот такая есть культурологическая идея, что вообще Семенов в нашей советской русской литературе был последний классический беллетрописатель. Потому что это настоящая беллетристика. Я не назову ее художественной литературой уровня Льва Толстого, Достоевского, Чехова. Но что касается беллетристики, это мы сравним и с Гюго, и с остальными писателями. После этого уже ничего не было. Потому что вот есть такое понятие в английском языке, называется «дженкфуд». Это такая мусорная еда. Вот в литературе то же самое. Наступило время литературных сникерсов и гамбургеров, понимаете? Вот сейчас, к сожалению, и в России, и во Франции, и в Америке преобладает вот этот вот мусор в литературе современной. И Семенов, мне кажется, что касается литературы смыслов, литературы, в которой есть не только художественный вымысел, прекрасно выписанные герои и факты, которых сейчас в нашей современной детективной, скажем так, литературе, их просто нету. Нету. Там все на уровне простых каких-то эмоций и действий. Вот, мне кажется, именно так это все произошло. На уровне Агаты Кристо? Ну нет, ну смеса. Мне кажется, уже пониже, значительно ниже. Ну что вы? У меня, конечно, были совсем неудачные какие-то вещи, да, но мне кажется, что... Ну посмотрите, посмотри то, что пишут все. Я фамилии не буду называть специально, но вы все прекрасно знаете. Миллионные тиражи, но как это написано и что там внутри, это просто тихий ужас. А вот у этих книг какие тиражи? Он не шпик Данди, вы знаете, для меня. Не шпик Данди, как Джеймс Бонд. Не знаю, как звучит по-русски. Это шпик Данди. Не знаю даже. Данди. 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 Да, шпик Данди. Супермен. Супермен. Джеймс Бонд, да. Вот, вот именно. Что это такое? И у нас, конечно, оценивают это, что это непростой, не такой, как Джеймс Бонд. Хотя последний фильм о Джеймс Бонде это катастрофа просто у нас. Вы знаете, только я видела, что в Москве тоже вышел фильм, последний фильм о Джеймс Бонде. У нас, конечно, ценят очень вот эту сложность. Ну, и история с литературой. На перепутье история и литература. Значит, есть хорошие русские писатели. Вот, конечно, у нас много переводят. Относительно много. Но то, что они находят у Семенова, это другой подход к истории. Другой подход. А, например, вот бриллианты для диктатуры пролетариата. Вот эта страница истории, они неизвестны, вообще неизвестны во Франции. То, что было в 20-х годах. И как он пишет о Воронцове, вот, например, ну, как это сложно. Вот он, у него даже симпатия есть. Но обложка, должен сказать, у книжки немножко Джеймс Бондовская, по-моему. Да, это Вяз, это Вяземский, Пётр Вяземский, который вот нарисовал все у нас. И вот он русский по происхождению, и он внук Франсуа Мурьяк, писатель. И тут литературное пересечение. Я хотел вас спросить, а вот тиражи у этих книг какие? Ну, около 2-3 тысячи. То есть не миллионы, но для современного книжного рынка это тираж, да? Были, насколько я знаю, переиздания. Как только вышло 17 мгновений весны, был первый тираж. Потом наша издательница, хозяйка издательства Кануэй, издала второй тираж, и потом сразу же третий, потому что Штирлиц очень пользовался и пользуется теперь во Франции большим успехом. Более того, потом, издательство 18 на 20, очень известное, карманных книг, решило тоже издать 17 мгновений весны, только там это выходит немножко по другим названиям. Это крупное издательство «Люсай», которое сразу они купили все книги Семенова. И надо сказать... Издания будут продолжаться. Да, да, да. Издания будут продолжаться. Муник великолепно переводит романы отца. Я бесконечно и благодарна за то, что она делает. И надо сказать, что у французы сейчас такая существует трагическая особенность в французском обществе. Это называется «Пает-а-пансе». То есть полуфабрикаты идей вкладываются в головы людей, и люди уже не думают. И сейчас, к сожалению, многие представители французской молодежи считали, до того, как вышел, так сказать, Штирлиц на арену французскую, считали, что войну победили американцы и англичане. И поэтому сейчас очень большой успех у Штирлица, потому что французам хочется понять правду. Они ищут правду. Они очень люди честные, совестливые, свободолюбивые. Ну, как мы, русские. И я думаю, романы будут продолжать выходить. И что интересно, критика. Будь то левая, правая критика. Они все очень хорошо приняли романы моего отца. И даже один критик дошел до того, что сказал, если вы хотите понять современную Россию президента Путина, вы должны читать романы Юлиана Семенов. Вот как раз в этот момент, по-моему, пришло время представить ту книжку, которая лежит перед вами, и два слова сказать, что это за книжка, и что там скрывается под обложкой. Книжка называется «Юлиан Семенов уполномочен заявить». Эта книжка только что была выпущена благодаря Шоду Саевичу Муладжанову, главному редактору газеты «Московская правда», который был добрым другом моего отца, который решил собрать в этой книге воспоминания его друзей, современников, рассказать о его настоящей биографии и опубликовать его редкие какие-то письма и дневники. Я надеюсь, что эта книга будет пользоваться заслуженным успехом, и я очень рада, что присутствующие здесь Алексей Репиной, Дмитрий Лиханов написали замечательные совершенно рассказы, или я даже не знаю, как это назвать, что вы написали, воспоминания, скорее, да. А исследования, да. Исторические исследования, да. Ну, я тоже приложила руку, и это было поистине несчастьем работать с таким высоким профессионалом, как Шод Саевич Муладжанов, и я пользуюсь возможностью ему сказать спасибо за эту памятливость. Как мой отец говорил, нельзя быть Иванами, не помнящими родства. Поэтому спасибо всем, кто помнит моего отца. Он того заслуживает. Вот когда Елена Семеновича была в «Рассвете сил», и его романы выходили в Советском Союзе, это, ты помнишь, какие там были тиражи? Десятки миллионов. Он был очень богатый человек. В одном из писем, которые опубликованы, он там пишет своей жене Екатерине Сергеевне о том, что я тебе дал 10 тысяч. Ну, в советские времена, понимаешь, что такое 10 тысяч, это два автомобиля или три автомобиля, наверное, «Жигули». Но гонорары были там 100, 200 тысяч. Это считалось маленьким. Общий тираж более 30 миллионов экземпляров только в Советском Союзе и в России. Но надо сказать, вот Моника упоминала Джона Калдера, который опубликовал «Тассу полномочен заявить» в конце 80-х годов. Вы знаете, какой был тираж? 50 тысяч экземпляров. Что невероятно для Европы. Потому что тираж в 2-3 тысячи экземпляров это сейчас в Европе высокоразвитый, в кавычках, считается великолепный тираж. Чтобы продолжить тему читателей, сейчас, конечно, значительная часть читателей переезжает в интернет. Плохо ли это, хорошо, можно спорить, но факт есть факт. А в интернете книжки вашего отца можно прочитать? Разумеется, в интернете очень много книжек папы. И, кроме того, у нас на сайте культурного фонда Вильяна Семенова выложены для бесплатного пользования все произведения папы. Я должна поблагодарить всех, кто к этому приложил свою руку. И надо сказать, что у нас была замечательная программа «Штирлиц без ошибок». Без опечаток. Без опечаток. Поясните, Алексей, как это произошло. Да, в связи с, так скажем, редукцией книгоиздания в 90-е годы. Многие романы выходили, ну, как попало, да, и после этого, я имею в виду, с большим, без корректуры, с большим количеством опечаток. А потом это тиражировалось. А потом это все сканировалось и в интернете тиражировалось. Естественно, мы провели большую работу и в том числе и по первым изданиям, по рукописям сделали, так скажем, эталонные, да, эталонные тексты. Канонические, да. Ну, и проект назвали «Штирлиц без опечаток». С этими, со всеми произведениями можно ознакомиться на сайте культурного фонда Юлиана Семенова. Все-таки еще раз актуализируя наследие Юлиана Семенова, сошлись на собственные читательские впечатления. Это роман Огарева 6. Ну, и есть тоже замечательный фильм, хотя, по-моему, все-таки образ следователя Басилашвили удался лучше, чем Луновова, мне так кажется. Не буду вам больше мешать. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ирина Петровна, с вашего разрешения я могу попросить товарища Пименова задержаться на 2-3 дня. Пожалуйста. Вот слетаю домой, проверю. Улетать вам, я думаю, ни к чему. Возможно, нам надо будет побеседовать с вами еще. Ваш адрес... А, я вот указал здесь. Гостиница «Космос» 12-12. Да. 12-12. Нет, ну на пару дней. В Белокаменной, конечно, хорошо, но у меня там все-таки фабрика работает. Ну зачем же государственные деньги транжирить? Билет туда-обратно. Мы вот не оплатим. Мы только преступников за казенный счет возим. Хочу тебя обратить. Минутку, дед. Минутку. Валентино! Валя, милый, бросай все дела и срочно займись глав-ювелир-промом. А в нем Пригорской ювелирной фабрикой. А там ее директором, товарищем Пименовым. Ну да, я в экономике дундук, а ты у нас на уровне госплана. Так что выручай, Валентино. Жду. Жду. В фильме и особенно в книге поднимаются те вопросы, которые отчасти являются ответом о причинах распада СССР. В частности, там тема теневой экономики же центральная. Как Семенов к этому относился? И были у него какие-то беседы, может быть, с властимущими, с которыми у него были контакты, относительно тех процессов, которые шли еще до начала перестройки? Он был очень, как сейчас говорят, продвинутый человек в этом смысле. Поскольку он имел возможность, в отличие от большинства людей, в нашей стране ездить по странам, жить там, видеть то, что происходит в Европе, в других странах, то он, конечно, хотел, чтобы наша страна как-то, не то, чтобы она стала капиталистической, а то, чтобы она взяла в себя все лучшее, что можно взять из жизни на Западе. Понятно, что это было, и он это прекрасно понимал, связано с некими политическими изменениями. В связи с этим он, я помню, очень приветствовал то, что начал делать Гербачев. К сожалению, потом, да, сам факт создания газеты совершенно секретно. Вот, скажем, Тоже был, да, да, да. Был одним из проявлений того, что он хотел и сам сделал. Это было непросто, это было сложно создать такую газету. Прежде всего, нужно было получить разрешение, потому что в то время таких частных изданий не существовало. Это какой год? 89-й. 89-й год. Юлиан Семенович выступал на Политбюро ЦК, потом было решение Совмина по газете «Совершенно секретно». Там было некое финансирование, но это вот это было фактически первое независимое средство массовой информации, которое было создано в нашей стране и в котором мне посчастливилось работать в те годы. Конечно, это был прорыв. И я помню это время, потрясающее время. Такого времени уже не будет сейчас, потому что перед нами открывались все архивы, мы свободно перемещались по миру. Мы фактически, когда мы говорили, спрашивали его, а вот может об этом лучше не писать, потому что мы все до этого, как попали туда, прошли школу партийной журналистики. Он говорит, пишите, о чем хотите. Я уже что-то решил, как нам, что публиковать, а что нет. И поэтому мы писали практически обо всем. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что он был очень в этом смысле продвинутый человек. Если бы не случилось вот это чудовищное, ну, я не могу сказать несправедливость, но что случилось, то и случилось. Вот если бы в 59 лет, да? В 58. Это молодой человек по нынешней времени. Я уже старше его. И понимаю, насколько он был молод и насколько он мог бы еще реализовать тысячи проектов. И сейчас совершенно секретно было бы одним из ведущих медиагрупп в России. Сейчас многие говорят о том, что жанр журналистского расследования деградирует. А как я понимаю, собственно, ваша газета, газета Юлиана Семенова, была первой газетой, которая этот жанр вывела на первый план. А вот темы, какие прежде всего темы, которые вы поднимали, первые темы? Ну, я про свои могу рассказать, то, что я написал. Ну, у меня была... Я ездил в Могилев, Белоруссия, написал о том, как один подполковник военной части у него солдат решил покончить с собой из-за дедовщины и он решил устроить в части полуличную казнь. Поставили шафот настоящий, веревку, его вывели, веревку подрезали, ну, раньше, знаете, такие гражданские были казни. Подрезали. Я был на суде, я привез оттуда материал с этого суда и разговаривал со всеми, с потерпевшими и с самим этим подполковником и в газете был опубликован мой репортаж, такой судебный очерк, назывался «Шафот». Пришло много писем, это невозможно, мне писали. Но я-то был на суде, я это все видел, я разговаривал с этими людьми. Сразу атмосфера этого времени, по-моему, пахнула, да? Парень остался жив, ему подрезали веревку, но вот такая была вещь. Потом еще одна вещь, которой я горжусь, это уже было после Семенова это расследование. Я писал о том, как в конце 70-х годов, в 77-м году было подготовлено покушение на Александра Солженицыну. Его сотрудники КГБ укололи ядом рецитином в Новочеркасске. Эта публикация наделала много шуму. Была публикация во всей мировой прессе, в Гардиан, во всех европейских газетах, в Фигаро, в Эль-Паис. Потом я с... Она основана на переписке с моей Солженицыным и с теми участниками тех событий и документов. Но когда я буквально два года назад предложил одному изданию сделать новую публикацию, мне сказали, ты что, с вон сошел? Вот это все тогда Семенов поощрял. Мы это публиковали без всякого страха, потому что за нами был большой и серьезный тыл. Он, конечно, все наши шалости иногда пресекал, а многие вещи он прикрывал. Я знаю наверняка, что он ходил, звонил, когда на нас пытались, так сказать, так прижать, он ходил, нас защищал. Надо сказать, что и репортажи Дмитрия, и репортажи Евгения Додолева были просто бомбами всегда. Но я хотела бы еще остановиться на папиных передовицах в его газете, потому что они были невероятно важны и актуальны. Папа говорил о том, что необходимо открыть храмы для народа, потому что он был человеком крещеным, он понимал, что очень тяжело жить без веры. Он пригласил в редколлегию священника Александра Меня, он опубликовал отрывки из Экклезиаста, и кроме того, в его передовицах он неоднократно говорил о том, что необходимо в три-четыре раза повысить зарплаты учителям и врачам. Потому что люди, отвечающие за здоровье и за образование людей, россиян, это люди, они должны быть богаты. Это актуально до сих пор. И как вы очень точно сказали о теневой экономике в Огарево, папа продолжил эту тему в своих милицейских романах, и он опубликовал на страницах своей газеты роман «Тайна Кутыловского проспекта» о загадочной, трагической гибели нашей замечательной артистки Зои Фёдоровой. Но прежде всего это был роман о том, что, внимание, готовится развал Советского Союза. Это связка некоторых наших партийных руководителей, которые сошли с прямой дорожки, представителей теневой экономики, номенклатуры и некоторых силовиков. Когда этот роман публиковали на страницах совершенно секретно, очень быстро, при загадочных обстоятельствах, погиб в Париже папина правая рука заместитель Александр Плешков. Он был отравлен. Вот. И вскоре погиб и священник Александр Мини. Папа от переживаний получил инсульт и больше уже не представлял опасности для тех, для кого интересы государевы не представляли большого интереса, а кто хотел очень быстро и легко обогатиться. Папа был категорически против развала Советского Союза. И я думаю, вот этот СОС, который он опубликовал, роман, иначе я назвать-то не могу как СОС, это сильно сократило жизнь его соратников и ему тоже помешало продолжать свою активную творческую жизнь. Вот это соединение, да, части номенклатуры, партийной номенклатуры советской и теневой экономики, собственно, когда даже я студентам пытаюсь объяснять, что происходило в позднем СССР, я использую сюжет из романа Огарева 6 в качестве очень живой иллюстрации, и они работают, потом это повторяют, и картинка возникает, сразу ты понимаешь, как это работало на уровне механики, на уровне процесса. Но я хочу в заключении уже нашего разговора вернуться, наверное, к одному из первых известных произведений Юлиана Семенова, упомянута была фамилия Солженицын, 62-й год, но в 62-й год выходит и роман Юлиана Семенова, посвященный также теме, связанной с репрессиями. Про него сейчас, по-моему, довольно серьезно забыли, забыли про то, что фильм был... Вы можете два слова сказать, что это была за книга, какая была реакция на нее? Да, это была поиск при исполнении служебных обязанностей. Она была написана в 61-м году, вышла в первых номерах журнала «Юность» за 1962 год. Ее около года все боялись публиковать, потому что было непонятно, куда повернет политический маятник. А уже когда осенью прошел 22-й съезд КПСС, и Хрущев развил тему антисталинскую, то есть все выдохнули, и роман был опубликован. Это роман, на самом деле, о полярных летчиках. Но там у главного героя сложная судьба. Его отец был репрессирован. Как и отец Семенова. Да, как и отец Семенова. И что самое интересное, тогда, кроме этого, этой повести при исполнении служебных обязанностей, она, кстати, с той поры и только один раз всего была переиздана небольшим тиражом лет 15 назад. Юлиан Семенов еще написал циклы автобиографических рассказов об аресте отца, о том времени. Там, кстати, был рассказ о смерти Мандельштама, записанной со слов очевидно Надежды Яковлевны или других людей, вернувшихся из лагеря. Вот этот цикл произведений, да, то есть после этого короткая, оттепельная форточка захлопнулась, повесть долгое время не переиздавалась. Ну, а она и сегодня, да, был снят фильм в 64-м году с популярными актерами на студии Горького. И эта тематика, вот эта, естественно, это воспоминания детства, юности во многом спрессовались в этой книге. Она Семенову была очень близка, всегда его волновала, и он к ней постоянно возвращался. Этот роман не планируется перевести тоже на французский? А я уже начала, вот, четвертый роман. А этот роман я еще не знаю, можем поговорить об этом. Вполне возможно, но сейчас тема, конечно, фашизма и живучести фашизма по-прежнему актуальна, и поэтому, конечно, Моника предпочитает сосредотачиваться на произведениях о Штирлице. И надо сказать, что мне кажется, папин успех как писателя был основан не только на его знаниях, не только на его таланте, но на его невероятной искренности и убежденности. Папа был невероятно смелым человеком, но он говорил, ничего не нужно в жизни бояться, ничего, кроме фашизма. Его нужно уничтожать в зародыше, где бы он не появился. Я думаю, поэтому книги папы всегда будут актуальны. Может быть, я могу прибавить, что когда я спросила у Эдуарда Лимонова, он был уже к концу жизни, он мне сказал по телефону, я позвонила из Парижа, и он мне сказал, ну, конечно, для Семенова я напишу вам текст, потому что я знаю, сколько я ему должен до сих пор. Эдуард Лимонов, Юлианов, написал предисловие книги. Эдуард Лимонов написал предисловие не просто так, не просто потому, что он ценил литературу папы, но потому, что папа первым привез литературу Эдуарда Лимонова в России. Он опубликовал в своем журнале «Детектив и политика» замечательные рассказы Эдуарда Лимонова. И также предисловие к 17 мгновениям весны у нас написал другой замечательный наш российский писатель Захар Прилепин, который, приехав, кстати, к нам в дом-музей папы в Крыму, сказал, Юлиан Семенович для меня как родной, и мне очень дорога эта его оценка, потому что тоже замечательный писатель. Удивительная история. Пересечение фамилий, времен, совершенно, даже вот в случае с Лимоном, честно говоря, для меня неожиданны. И это само все показывает, что большой писатель, писатель-билетрист, в жесткие рамки, наверное, не укладывается. Он всегда как-то больше, чем то представление, которое создается о нем среди широкой публики, наверное, даже среди большинства писателей. Наше время постепенно подходит к концу, но у меня есть один вопрос по поводу музея. А кто приходит в музей и какие вопросы задают? Можете коротко ответить? В музей приходит очень много людей, какие вопросы задают. За это вопрос о биографии, о том, был или не был Штирлиц на самом деле. Многие замечают, что когда начинается обсуждение этих романов, постепенно все сбиваются на тон обсуждения Штирлица как реального исторического лица. То есть и литературный вымысел становится иногда реальнее, чем исторический процесс. Я хочу только добавить, что очень часто у нас теперь в книге отзывов в музее, директором которого я имею честь быть, я читаю слова «Спасибо, что сохранили память о великом писателе». И еще для меня большим авторитетом всегда был друг отца Лев Александрович Анинский. И незадолго до смерти он мне сказал, «Ольга, твоего отца читали и будут читать, но будут читать иначе, потому что это был очень серьезный писатель». Я думаю, что на этих словах мы можем заканчивать нашу программу. Сегодня мы говорили о писателе, журналисте, антифашисте, что на самом деле очень важно, Юлиане Семенове. И я тоже думаю, что Юлиана Семенова будут читать иначе, и в том числе действительно потому, и, наверное, прежде всего потому, что это хорошая билетристика, которую стоит и стоит читать. С вами была программа «Наблюдатель». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова